Николай Федорович Курманов Уважаемые коллеги, безусловно, событие в нашей жизни Почему? Потому что графены, материалы на его основе В прошлом году исполнилось декады графены и срочи Я просто взял статьи Где сказано, что действительно всего 10 лет назад было приковано внимание После работы Манчестерской школы было большое внимание привлечено к графену Это произошло всего 10 лет назад Но за эти 10 лет произошло довольно много событий Которые давали еще и больше приковывать внимание к этому графену И конференция, которая проводится, она, естественно, актуальна и интересна И интересна как с точки зрения фундаментальной науки, понятно Так и с точки зрения приклада Ну, уникальные свойства графена я не буду перечислять Все здесь, кто сюда собрался, знают Значит, их знают Это гулянный зарастер, высокая прочность, устойчивость к нагреванию, теплоторводность и так далее Ну и плюс легкий вес Значит, в моем докладе мы остановимся не на, конечно, фундаментальных проблемах К которым было уделено внимание в первых двух докладах А к более практическим приземленным вещам Применение, практически применение графеновых материалов Еще напомню то, что после того, как была присуждена Нобелевская премия Прошло валовое количество публикаций в области графена Ну вот мы видим, что на самом деле это действительно качественный рост И это гордость за нашу российскую науку Потому что, в общем-то, наши бывшие соотечественники и воспитанники российской науки сделали это дело Впервые показали качество этого графенного материала Ну и я здесь обращу внимание, что это тоже из публикации Вот материал студии, очень хорошая статья Посвященная десятилетию открытия графена Ну не открытия, а начало интенсивных исследований в области графена И в этой статье прямо написано, что одним из интересных событий Которое, это графеновый суперконденсатор Значит, побивает рекорд по, значит, хранению энергии Вот это было в 2010 году Обозначено Ну и естественно, это не осталось незамеченным И в настоящее время ведется довольно много работ в области применения графеновых материалов Для, как в качестве электродных материалов, для суперконденсаторов Ну суперконденсаторы, принцип действия очень простой В отличие от обычной батареи Это никакого, никаких То есть существует два типа суперэлектродов и электродных материалов для суперконденсатора Самый классический, он абсолютно идентичен принципу действия конденсатора При зарядке образуется два двойных слоя при электродах Это обычный электроэлектрический двойнослойный конденсатор Но который при своей простоте обладает огромным преимуществом Первое, это очень быстрые процессы заряда-разряда Менее секунды Отсюда высокая мощность, высокие токи Высокая мощность, кратковременная правда Большое количество циклов заряд-разряд Более миллиона циклов выдерживают двойнослойные конденсаторы И очень низкий ток саморазряда Ну и, в общем-то, это действительно плюсы Недостаток обычных электроэлектрических конденсаторов Это низкая емкость и низкие значения запасаемой энергии Как обходится, что происходит, как эту задачу смогли обойти Использовали просто очень пористые, высокопористые электроды В суперконденсаторах обычно используются уже углеродные материалы С высокой удельной поверхностью и оптимизированной пористой структурой Преимуществами суперконденсаторов является то, что резко увеличивается емкость До 100 фарадных грамм, как минимум Относительно быстрые процессы сохраняются Но они не столь быстрые, как на идеально плоском конденсаторе Но, тем не менее, все равно быстрее, чем процессы заряда-разряда обычных аккумуляторов Отсюда сохраняется высокая мощность Ну и тоже выдерживают большое количество циклов заряд-разряд Сравнимые с обычным Это те же самые двойнослойные конденсаторы Только они отличаются тем, что у них высокая-высокая удельная поверхность Опять-таки, недостаток Величина запасаемой энергии, даже при удельной емкости порядка 100 фарад на грамм Все равно уступает при увеличении аккумулятора Но одним из преимуществ именно углеродных материалов является то, что они заменяют фактически На них не происходит никаких паразитных электрохимических процессов То есть это они заменяют благородные металлы Платину, например, золото Но гораздо легче этих материалов И обладают гораздо более высокую удельную поверхность И с ними легче работать И так далее Поэтому у ясноуглеродных материалов традиционно используются суперконденсаторы Теперь про сравнение суперконденсаторов с аккумуляторами Делают в рамках графика Рогана Диаграммы Рогана Вот мы видим, что у аккумуляторов гораздо выше, чем у аккумуляторов выше удельная энергия запасенная Но ниже мощность То есть при увеличении мощности они неэффективны Наоборот, конденсаторы они эффективны с точки зрения мощности Но неэффективны с точки зрения удельной энергии Для электромобилей нужно, скажем, чтобы Если это чистый электромобиль, то вот такие должны быть характеристики Если гибридный автомобиль, то хватает даже таких характеристик В настоящее время все гибридные автомобили реально используют уже суперконденсаторы Наряду с обычным аккумулятором За счет этого возникает очень огромная экономия топлива И, естественно, если мы получим, увеличим, скажем, выйдем вот в эту область, например Увеличим и мощность, и запасаемую энергию То фактически мы достигнем уровня аккумулятора Но для этого емкость, удельная емкость материала должна быть очень высокой То есть удельная емкость материала нужно повышать Каким образом ее можно повысить? А, ну это области применения, рыночный потенциал отсюда То, что это появилось в гибридном транспорте То, что это появилось в электрическом транспорте Позволяет сейчас использовать очень широко суперконденсаторы В Шанхае, например, ходит прямо троллейбус на суперконденсаторов То есть он подъезжает к остановке, заряжается за несколько секунд И едет до следующей остановки Это обычный троллейбус, только у него нет рогов Рога выдвижные Это очень экономит, так сказать, много Есть экономия, понятно, на проводах Все свободно может двигаться То есть это фактически гибрид электрического транспорта И обычного моторного транспорта Рынок, ну более того По идеально гладкой поверхности Чуть только подъем, там он уже не берет Ну, реально гибрид нужен Пока, к сожалению Нужен реально гибрид использовать Не чистый электромобиль, а гибрид Именно потому, что емкости не хватает Но, кроме того, очень много применений суперконденсаторов В сварочных аппаратах, в бытовой технике В источниках бесперебойного питания Фильтров, напряжения и так далее Транспорт и так далее То есть области применения большие И рынок суперконденсаторов непрерывно растет Вот в момент примерно открытия графена Это был уже такой рынок То сейчас это десятикратный рост То есть, грубо говоря, за десять лет В десять раз вырос рынок суперконденсаторов То есть, это указывает на то, что эти материалы Актуальны для применения Теперь, как же повысить Удельную поверхность электродных материалов Первый способ Это увеличить удельную поверхность Самый такой стандартный метод Увеличения удельной поверхности Существует соотношение, предложенное в работах Сентином и компании Вот оно связывает удельную поверхность С удельной поверхностью Удельную емкость с удельной поверхностью Вот этот множитель, это и есть, грубо говоря Плотность заряда Плотность активных мест на поверхности электродного материала Чем она больше, тем выше этот коэффициент Но в реальных углеродных материалах На основе аморфного углерода Это значение примерно 0,94 Это соотношение работает при больших размерах пор При больших размерах пор Это значит, что если у нас удельная поверхность Примерно 1000 метров квадратных килограмм А именно такие поверхности используются сейчас В коммерческих суперконденсаторах То емкость будет примерно 100 квадратных грамм Ну реально, естественно, туда надо включить Вклад вспомогательных элементов Оболочки, носители и так далее И реальная емкость будет раза в три меньше Рабочая емкость материала Ну реально суперконденсатора При меньших размерах Зависимость становится более сложной То есть сперва зависимость уменьшается Это связано с тем, что мелкие поры становятся менее доступны И туда труднее проникнуть электролитом И поэтому нужно изобретать некоторые определенные Специальные изощренные микроструктуры Варианты морфологии микроструктуры Чтобы электролит мог зайти в эти поры и так далее Ну как правило, для стандартных материалов это все падает А потом, неожиданно, при некоторых значениях пор Снова начинает расти Этот рост был обнаружен работой в Рабоции и авторов Он связан с тем, что в этом случае у нас емкость падает За счет, во-первых, плохой доступности пор Но еще за счет того, что это доступность пор Плохая обусловлена тем, что в порах должен образоваться двойной слой То есть слой штерна и слой диффузный слой И за счет того, что диффузный слой отталкивается Возникает затруднение проникновения ионов в каналы, в поры А при очень малых размерах пор у нас уже диффузный слой не образуется У нас возникает цилиндрическая пора То есть, грубо говоря, голая поверхность заряженного электрода И цилиндрическая пора, в которой как бы монослой То только слой штерна образуется В этой связи возникает дополнительная емкость Увеличение емкости Но все равно увеличение емкости получается, в общем-то, небольшое Если здесь примерно десятка, то в 1,2 раза можно увеличить За счет таких пор Учитывая то, что эти материалы очень сложно создать и реализовать То, естественно, такие материалы будут дорогими Поэтому здесь, если работать с аморфным углеродом То есть некоторая принципиальная сложность получения высокой емкости Выше 100-паратной гранатности Вот, однако А, теперь, значит, второй способ Увеличения, повышения удельной емкости Это за счет того, за счет Допирования, за счет увеличения поверхностной плотности зарядов Которая здесь, фарад на метр Например, за счет допирования углерода азотом При допировании углерода, в том числе и графена азотом Обработка азотной плазмы, игра имеется в виду Наблюдается более чем трехкратный рост удельной емкости Вот это вот просто углеродный материал А это углеродный материал После азотирования Видно, что более чем в три раза увеличивается емкость При той же самой удельной поверхности Это связано с увеличением концентрации активных поверхностных центров То есть на углероде, на аморфном работают не все центры При азотировании у нас возникают дополнительные центры Именно связанные, по-видимому, с поверхностным азотом Которые резко активизируют материал Таким образом, только за счет обработки азота Можно при той же самой удельной поверхности В три раза увеличить емкость То есть таким образом, это очень интересный подход Но пока есть только две-три работы в этом направлении И я думаю, в будущем в этом направлении будут двигаться Это второй подход Это модификация поверхности углеродного материала Ну и третий подход Это за счет увеличения емкости За счет перехода к гибридным системам Системам с псевдоемкостью Вот здесь знаменитая картина Которая во многих публикациях учитывается Вот это углеродные материалы У них емкость не превышает 200 квадратных грамм Как правило Сюда входят и здесь еще до графена Ну здесь углеродные нанотрубки Аморфный углерод Разные модификации Так вот, если покрывать углеродные трубки Некоторыми добавками Полимером, оксидами металлов Допустим, классика это диоксид рутения То емкость можно увеличить до 2000 квадратных грамм Ну он фактически представляет собой Слоистые агрегаты порядка 20-30 слоев В тот момент, когда мы получали Степень графитизации около 70% И методами ЭК Когда в спектроскопии было показано Что это все-таки преимущественно графен Ну как мультислойный графен, понятно Раз 20-30 слоев То есть это не углерод Потому что никаких рефлексов углеродных там нет Чем только слоистые рефлексы И ПКР все-таки это графеновый материал Который содержал на поверхности Намного примесей Самых разных поверхностных групп Вот это вот исходный графен С которым мы работали Преимущество этого материала заключалось в том Что он обладал очень низким удельным сопротивлением Что и свойственно материала на основе графена Мерилось это в ячейке И менялось давление Потому что очень сложно Ясно, что не мануслои и так далее Поэтому была специальная ячейка Которая мерила напряжение Под давлением Ну как под давлением Так сказать, менялась плотность Насыпная плотность материала Ну и таким образом экстраполировалось значение И сопротивление Оно оказалось довольно малым И меньше чем, скажем, сопротивление активированных углей Которые используют карбон блэк И которые используются в качестве обычной добавки Поэтому можно этот материал было использовать без добавки карбон блэка Дальше Удельная поверхность у него оказалась невысокой достаточно И сравнимая, то есть согласовалась со значением размера частиц Дальше Для того, чтобы получать пасты Нам нужно было переводить его в суспенильное состояние Разработали метод получения довольно стабильных дисперсий И дальше вот эти материалы в диспергированном состоянии Уже наносили и свет Дальше Вот здесь вот Экспериментальные значения у демной емкости Оказались малы 20-40 фарад на грамм Но пытались с ним делать Обрабатывали в воде В ультразлуке В СВЧ Оказалось, структура очень стабильна Можно увеличить Но ненамного Ненамного увеличить эту емкость Поэтому Было принято решение Переходить на модификацию Другими методами Более серьезными Для этого Мы провели первое Механическую обработку чистого материала Наш институт специализируется на механикиме У нас есть хорошие мельницы человеческие С контролируемыми параметрами Ну и про механические Проактивировали этот материал Оказалось, что Эффект достигается Более при значениях Обработки Более 10 минут То есть это довольно много Даже графит Измельчается гораздо эффективнее Чем вот этот терморасширенный Материал Графеновый материал Графеновый материал Он выдерживает По-видимому Выдерживает больше Больше Так сказать ударное воздействие Чем графит Но тем не менее Когда Как говорится Очень долго Измельчать То можно В принципе Измельчить его Достаточно хорошо Но все равно До некоторого предела При этом Угл Возрастает Пропорционально Удельная поверхность Вот этот материал Был тоже Исследован Нами Удельная емкость У него Увеличивается Но еще больше Она увеличивается Если материал После механической обработки Еще его погреть В оксилитной среде Сконтролируемое давление кислорода Тогда еще больше Увеличивается Немножко Удельная Еще больше Увеличивается Как удельная Поверхность Так и Удельная емкость И достигает Величин Примерно От 90 до 110 Фарад на грамм В принципе Вот такая обработка Позволяет Модифицировать материал И получить Более-менее Воспроизводимое И хорошее значение Двойнослойной Емкости Однако Механическая обработка Это конечно Не очень хороший метод С точки зрения Эгономики Это энергозатратная Технология И конечно Нужно искать Другие способы Получения Других материалов Которые Были бы Дешевы Понятно Мы видим Что все Измерения Сделаны Вот с этой Недрели Это плюс-минус Три горта Поэтому Это не водная Среда И Это естественно Врата То есть Мы можем Получить Довольно Большие Значения Накопленные Удельные Энергии Ну и теперь Следующий способ Мы вводили Модификации Вводили Оксидные частицы В графеновый материал Вводили Целую серию Разных частиц Как содержащие Литий Так и не содержащие Литий Ну и получали Самые разные Значения Оказалось Что электрохимические Характеристики В водных Растворах Явно выше То есть Вот здесь Удельные токи Не пропорционально Здесь емкость То есть В водных Растворах У них Довольно Большие Емкости Однако Когда мы Переходим В ацетанитриум То Удельная Емкость Уменьшается И остается Классическая Кривая Которая Похожа На двойнослойную Емкость То есть В органике Этот эффект Псевдоемкости Исчезает Это указывает На то Что действительно Процессы Вода И водная Среда Она влияет На псевдоемкость Когда мы От воды Уходим То псевдоемкость Существенно Либо исчезает Либо все-таки Уменьшается Ну Вот это Значение Емкости Как Как ее Определить Это При разной Скорости Варьируем Если мы Варьируем Скорость Развертки Потенциала Экстраполируем На ноль И мы получим Реальное Значение Емкости Самым Большим Значением Емкости Обладает Вещество С нанокристаллическим Литий Ванадий 3 В4 Раствор Здесь Перфлорат Лития В ацетонитриле Ну и нужно Отметить Что Чистый углерод После обработки Тоже Обладает Довольно Высокой Емкости 120 фарад На грамм Хотя Меньше Гораздо Чем Система С Добавкой Были Результаты Было Проведено Электрохимическое Циклирование Заряд-разрядные Кривые Показалось Что углеродные Материалы Не выдерживают Больших токов Их емкость Очень здорово Падает С нагрузкой Материалы С псевдоемкостью То есть Материалы С добавкой Литий Ванадий 3А8 Ну гораздо Лучше Ведут себя Шиперконденсатор Обеспечивают Довольно Большие Рабочие Токи То есть Более 100 фарад На грамм При токах Ну 1 Амперный Грамм Поскольку Это все-таки Результаты Первые Я думаю Что можно Достигнуть Улучшить Результаты Существенно В будущем Поскольку Понятно Что Мы не оптимизировали Ни синтез Ни метод Получения Нанесения Электродов И так далее Поэтому Я думаю Что Результаты Будут еще Улучшены Вот Результаты Циклирования Долговременного Тут Пока Не много Циклов 100 циклов Но тем не менее Видно Что Циклируемость Есть И причем Черные Кривые Это с Ванадием Они выше Они лучше Циклируются И выше Ток А чистый Углеродный Материал Циклируется Немного Хуже И ток Выдерживает Меньше Ну Теперь Выводы Поскольку Время Подходит К концу Значит Я сделал Краткий Обзор И показал Что Материалы У нас Графиновые Они все-таки Перспективные И имеют Преимущества И будут Я думаю В будущем Использоваться Дальше Они могут быть Модифицированы Различными Способами Предложены Методы Модификации Показано Что оба Метода Приводят К росту Но Наиболее Эффективным Недается Подход Допирование Ну и Полученные Материалы По уровню Удельный Югст Находятся На уровне Достаточно Гороших Лучших Продолжение следует